Дорогие друзья, я хочу напомнить тем, кто причащается или детей своих причащает, некоторые моменты, о которых мало кто знает. Но если знают, я напомню. Во-первых, когда мы пишем записки о здравии, многие добавляют тяжко болящий, болящий. Нет, этого писать не стоит. Ява Алексеевича Осипова, профессор Московской Духовной Академии, спрашивал уже давно. Он даже со смехом говорит, ну, Александр, скоро будут писать душевно болящего, печёночно, сердечно болящего. Вот как будто Господь не знает, что мы все больные, а степень нашей болезни мы сами, что ли, определяем? Да, тяжко, не тяжко, но смех один. Вот это первое. Второе. До смешного, до спектакля доходит, когда люди стоят наиспать к священнику, и перед тем, как к нему подойти, поворачиваются задом и просят как бы прощения у всех, которых часто впервые видят на спектакле. И даже покойник Дмитрий, отец Дмитрий Смирнов, тоже об этом со смехом говорил. И когда перед причастием, перед чашей тоже поворачиваются, простите ради Христа, ну, цирк, спектакль. И потом обязательно нужно руки опускать. Алексей Ильич Осипов говорит, запивка – это не таинство. Когда мы причастились и подходим, опять руки вот так вот складываем и пошли, и лебедь белый плывет. Смех. Это нужно знать. Обязательно. Вот это основные моменты. И еще об одном хочу сказать. Просфоры, когда берем, следить и за собой, чтобы крошки не падали на пол, с благоговением как-то стараться вкушать. А лучше вообще дома. И особенно детям, когда даем просфору, вот они ее грызут. Хорошо, если только в одной руке просфора. Да, то был случай, когда прихожанка дала яблоко внучке, в одной яблоке, в одной руке яблоко, в другой просфора, и вот она так ест. Ну, ужас. Такие мы верующие. Вот. Желательно дома это вкушать. Вы же не будете следить, чтобы у нее крошки не упали. Все равно упадут. Все равно. Как-то, конечно, не хватает работникам церкви доробить эти просфоры, разрезать, чтобы маленькими кусочками давать. Вот. И потом, тоже немаловажный момент. Часто приходят к причастию, не успевают молитвы, вычитать дома. И вычитывают во время богослужения. Никуда не годится. Нет, нельзя этого делать. Вот. Но это только часть, о чем хочу сказать и напомнить и себе, и всем, кто ходит в храм, детей водит своих. Вот. Можно много, больше есть замечаний таких, которые Алексей Ильич Осьпов тоже говорил мне. Ну, вот это самое основное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.